Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара. Честно говоря, не знаю, как правильно называется танк, не совсем правильно понимаю, как... Ну, не совсем понимаю, как правильно читать его название, то ли на японский манер, то ли просто как английское, то ли юто, то ли дзюто, то ли жуто, ну, в общем, кто правильное название знает и вы уверены в правильном произношении названия данного танка, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что, честно говоря, на этих японцах язык сломаешь. Итак, ребят, перед тем, как мы с вами начнем, я хотел бы попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, но смотрит мои видео, и уж тем более, если вы смотрите их периодически и ждете новых видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Вам это не будет стоить абсолютно ничего, а для меня это возможность продвижения моего канала. Я буду вам очень благодарен. Ну, а мы начинаем. Итак, вот этот вот танчик седьмого уровня, мы сейчас посмотрим на него, как он выглядит непосредственно в виде технических характеристик. Итак, смотрим. Что он собой представляет в виде подвижности, бронирования и всего остального, мы посмотрим потом. Я, честно говоря, выкачивал эту веточку исключительно ради десятки. Она появилась, и мне очень хотелось ее заценить. К ней мы вернемся чутка попозже, обязательно посмотрим ее в бою. Что же касается семерки, которая ведет к заветной десятке, как обычно, смотрим на пушку. Пушка, ну, честно говоря, по техническим характеристикам, хоть она и топовая и для семерки, но, извините, средний урон у нее 310, это неплохо, а вот время перезарядки 12 секунд, это ужасно. Урон в минуту 1552 единицы, вообще ни о чем, для семерки тяжа, ну, как бы, не знаю, ну, хотелось бы чутка получше, но, в принципе, без страданий нельзя заценить очень хорошо десятку, к которой вы по данной ветке дойдете. Углы наводки вниз 6, очень мало. Углы наводки вверх 14, гораздо лучше. Слушай, в оборудовании я себе не ставил, но можно поставить вот такую вот дребеденьку, которая добавляет по 3% наверх и 3% вниз. То есть будет 9 и будет 17. Ну, честно говоря, не знаю, ладно, бог с ним, давайте купим и посмотрим, вообще, добавит нам это что-то в бою или не добавит. Так, просто, ну, чисто ради интереса. Итак, вот такой вот он танчик, танчик спорный как по внешности, так и по возможностям в бою. Я не могу сказать, что Type 71 дался мне очень легко и, честно говоря, я добавлял свободки для того, чтобы до него дойти. Кстати, Type или Tip, ну, в общем, как-то так. Итак, ребят, закатываемся в бой, смотрим, что эта машинка может и насколько тяжело вам будет выкачивать данную машинку для того, чтобы добраться до 71-го типочка. Итак, ребятки, попадаем мы в бой. Сейчас поедем с вами на линию ТТ, поскольку в основном схлестнуться необходимо на тяжах с другими тяжами в любом бою. Но, все-таки, игра как-то предусматривает собой направление танков. Иногда, конечно, хочется удивить, взорваться на тяжах куда-нибудь на линию СТЛТ, быть тяжело пробиваемым для ваших врагов и в то же время крайне грозным и пугающим. Но этот танчик все-таки не тот, не та подвижность для того, чтобы погнать вместе с СТшками вот туда вот под горку и там на горке что-то попытаться зарешать. Ну и плюс к тому, мне бы хотелось заценить все-таки бронирование данного танка, показать, точнее, бронирование данного танка вам, таким, какой оно есть в бою с теми, кому легче вас пробивать, а не тяжелее. Итак, подвижность танка в плюс-минус неплохая. Сдавать назад на нем я бы не сказал, что очень маневренно и быстро, но в целом терпимо. Скорость сведения, ну вот она, стоим, ждем, 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 врага забрали, ну а мы наконец-то свелись и поехали дальше, не сделав даже шота. Бросать на этом орудии просто наугад, ну опять вот стоим, ждем, 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 М6 спрятался спокойно себе за горку и начинает куда-то улепетывать. Точность плюс-минус у этого орудия неплохая после того, как вы полностью свелись. Перезарядка, все уже нафиг уехали с карты, вы еще дозаряжаетесь. Ну, в общем, такое впечатление, что, в принципе, заряжающего в этом танке отправили сначала за пивком, ну а потом, когда уже вернется, пусть закинет нам снаряд назад в ствол, для того, чтобы мы могли в кого-то что-то там отбросить. За то время, пока мы вот это вот все делали, половину врагов уже разобрали, даже больше, чем половину, ну и, соответственно, мы сделали всего один шот с наносимым уроном. Итак, опять мы начинаем километровое сведение, ну, короче, брошу наугад, ребят, нам повезло, пробили, ну, потому что, если дальше ждать сведения, то вот этот Зуну или Дзину, он просто бы уехал, блин, опять за вот это вот укрытие, ну и мы бы опять ни в кого не выстрелили. Ну, в общем, честно говоря, вот такие вот впечатления о танчике, знаете, то есть, ну, сделано по характеристикам и по возможностям данного танка все для того, чтобы ты не мог сделать в бою ничего. Разворачиваться на месте, да, у меня не стоят топовые гусеницы, но есть топовый двигатель. Разворачиваться на месте просто мрак. То есть, ты вот это вот пока развернешься, но я, честно говоря, по ощущениям на ПТшках серии АТ британской и то быстрее, мне кажется, разворачивался, блин, чем на этом танке. Ну, сейчас я, ну, не обижайтесь, союзники, я надеюсь, что сейчас нашего Титана Квас разберет и у меня будет возможность хоть в него выстрелить, я не знаю. Ну, вот, вот так вот мы сейчас опять поцелимся и, наконец-то, сделаем выстрел. Ура, мы сделали фраг! Ну, а теперь посмотрим, что нам дало это по результатам боя. А по результатам боя, больше чем уверен и помня этот танчик, нам это дало практически нифига. Вот, просто ровным счетом нифига. Итак, мы нанесли, вау, 622 единицы урона, сделали одного недобитка, который меньше 100 хп имел, что, в принципе, смехотворно. Мы не ушли в минус, понятное дело, потому что мы не слились и не сдохли в этом бою, хотя, честно говоря, ощущения такие, что лучше бы мы сдохли в этом бою, чем дальше доигрывать бой до конца на этом танчике. Ну и заняли свое среднее место по урону. Офигеть не встать. Ну, давайте попробуем еще одну каточку. Итак, ребятки, мы наконец-то зашли в бой. Я очень благодарен, я редко это говорю, но я благодарен тому, как распределяются бойцы по командам и сколько времени это занимает. Потому что за те неполную минуту, практически 50 с копейками секунд, которые нас в бой пыталось забросить, я успел сходить выпить несколько таблеток валерьяны, потому что предыдущий бой он настолько меня выбесил, что, в принципе, без нее, ну, прям вообще край и никуда. Что касается самого танчика, возвращаемся к нему. Ребят, ну, честно говоря, дублевоты. Вот, вот, вот мой, мой вердикт такой. Просто дублевоты. Именно по этой причине я и для того, чтобы выкачивать себе 71-го типа, использовал свою свободку, добавлял свою свободку. Безусловно, я не все прям слил всю свободку для того, чтобы его выкачать. Я пытался играть на этих танках. Но, ребят, ну, на них отыгрывать, ну, настолько нудно. Ну, настолько тяжело морально. Ну, настолько неприятно, что без свободки эту ветку качать просто анрел. К тому, стоит ли качать, в принципе, как таковую десятку по этой ветке. Ну, касая пушка, блин, ну, просто, я не знаю, честно говоря, с чем ее сравнить. У меня, блин, не знаю, дочка серпантины тот ровнее, блин, бросает на елку в новогоднюю ночь, чем вот эта пушка бросает снаряды во врагу. Ну, в общем, о чем разговор? Успокаиваясь разговор о том, что заценить десятку можно по видео, которое есть на моем канале. Что касается прохождения всей ветки до этой десятки, ну, блин, если брать конкретно данный танчик, это мрак просто. Это боль, страдания, это вот такое впечатление, что у меня, блин, внутренние органы взяли, наматывают их на кулак и параллельно спрашивают, ты еще хочешь добраться до десятого уровня или, может, ты вдруг угомонишься. Поэтому играть на этом танке и выкачивать ветку очень тяжело, даже если у вас есть, там, не знаю, свободка, все равно тяжело. Тяжело просто расставаться с этой свободкой, но когда ты поиграешь несколько десятков боев на этой машине, то ты поймешь, что, честно говоря, лучше отдать свободку и левую ногу, чем выкачивать эту ветку без помощи свободного опыта. Ну, вот, вот, вот как-то так вот оно играется, оно вообще не играется. И, ребят, ну, поверьте, это связано не с моей рукопопостью, это связано с тем, что пушка сама, блин, ну, просто неиграбельная. Вот она стреляет куда угодно без сведения, а пока дождешься этого сведения, то, в принципе, у меня воды начинают отходить и скоро рожать буду. Ну, вот, как-то вот так вот. Я не знаю, может, ребята, кому-то вам этот танчик зашел. Может, кто-то, я не знаю, правда, этого человека оставил себе этот танчик в ангаре. Я же даже сейчас не буду досматривать результаты данного боя, потому что, блин, я хочу быстрее вообще выключить его и удалить его нафиг из своего ангара, этот танк, чтобы даже не видеть его, мимо проходя к каким-то другим танкам, которые хочется выкатывать в ангаре. Всех благ вам, всего хорошего. Вот такой вот он честный, юто, дзюто, вообще, в принципе, по барабану, как он называется. Всех благ вам, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, смотрите другие честные обзоры и честные видео. Я всегда буду вам рад. Подписывайтесь на канал, всех благ вам. Ну, а главное, мира и терпения, когда катаете вот эту гадость.